Всем добрый день, друзья мои. Вы знаете, я снимаю этот ролик, потому что как бы сподвигла меня на это одна мысль, которая постоянно повторяется по неволе, потому что люди пишут часто об этом. Если помните, я как-то вам показывала голосовой мужчины, который имел большие разборки, в общем, очень большие проблемы с налоговой, и очень переживал по этому поводу. И когда он признался, что, выходя из дома, попросил мысленно меня о помощи, а потом там представил меня как своего представителя. Ну, по крайней мере, моё имя озвучил несколько раз, и всё стало как бы сходиться на нет, и даже пошли ему на уступки, на встречу, предложили какие-то новые альтернативы в этом деле и прочее. Так вот, вот таких вот смс очень много приходит, и я хочу сейчас ещё одно смс озвучить вам, а потом скажу вам то, что я хочу вам как бы донести до вас и объяснить. Здравствуйте, Инга. Сегодня у меня было судебное заседание, но я очень переживала, как оно пройдёт. Знаете, выходя из дома, я просто, ну, мысленно, даже не мысленно, а вслух, шёпотом попросила вас о помощи, я сказала, Инга, помогите мне. И знаете, как всё прошло? Пять минут, и всё в мою пользу. Спасибо вам большое. Так вот, дорогие друзья, дело в том, что я вам скажу, что не из-за того приходит помощь, что я слышу. Я, естественно, нахожусь далеко, когда человек в какой-то беде оказывается. Естественно, я это слышать не могу, и я не Господь Бог. Но есть такая вещь, почему приходит помощь человеку, когда просит у человека силы? Помощь приходит от вот тех сил, которые за спиной этого человека. Поскольку за спиной этого человека есть очень сильный род, есть стражники, есть те духи, силы, которых мы не видим, но они присутствуют, они существуют. Вот когда человек просит моей помощи, просит с уважением и с верой в то, что я помогу, эти силы, видя вот такое уважение ко мне, они ради меня, во имя меня помогают этому человеку. Просто поскольку люди часто вот к этому прибегают, они мне писали, что как бы потом переживают, а неплохо ли им от этого будет, но то, что они без разрешения взяли у меня эту помощь, получается, как взяли мою силу, да, использовали в свою пользу. Вот я вам официально объявлю, что у меня есть такой ритуал, если помните, просить помощи у силы ведьмы. Но я вам сказала там честно, что за помощь вы будете отдавать определенную энергию, с вас возьмут определенную силу. Ну, один день у вас будет слабость, потому что вы оплатите за это свои энергии. Но ваш вопрос решится. Есть люди, для которых эта слабость ничего не означает, они пущат здоровьем, поэтому для них это как-то, знаете, что было, что не было. Поэтому особо это не ощущается и это не отражается никак на человеке. Однако вы расплачиваете с этой силой. Вот в данный момент я, наверное, как-то облегчу вашу задачу. Во-первых, я скажу, что я изначально говорила, что если у человека есть уважение к людям силы, вы понимаете, не к нам, мы посредники этих людей, ой, сил, извиняюсь. Мы как мост между этими силами и человеком, и этим миром. Вы прежде всего уважаете нас. Вы прежде всего, то есть уважая нас, уважаете эти силы. Вы прежде всего оскорбляя нас, оскорбляете эти силы. Поэтому, когда человек уважительно относится к ведьме, у него идут дела, у него действительно идёт процветание в жизни, со временем постепенно идёт на улучшение. Когда человек ведёт себя отвратительно с людьми силой, считая, что если мгновенной кары нету по голове, значит, всё обошлось, всё хорошо, то со временем жизнь этого человека превращается в какую-то рутину, в какое-то непонятное состояние, вот в нечто такое ужасающее, как вам сказать, что на жизнь-то не похоже. Поэтому учтите всегда, что если вы действительно уважительно с почтением, с человеческим отношением относитесь к человеку, которого считаете человеком силой, у вас будут получаться дела. Вот я с этой минуты вам разрешаю, любому человеку, который будет попадать в какую-то трудную ситуацию, попросите этой помощи. Назовите моё имя, попросите ее помощью моих сил. Не обязательно именно заговор, потому что заговор в трудную минуту никто не достанет, не будет читать. Вы можете попросить своими словами. И те силы, которые рядом со мной, они обязательно откликнутся, они обязательно вам помогут. Вот, понимаете, так случается со многими сильными личностями, не только у меня, у многих сильных личностей. Я как-то вам объясняла, что у каждого человека, чем больше о нем знают, чем больше есть почтение к нему, чем больше есть доверие к нему, чем больше он дарит себя миру, чем больше он приносит пользы, тем больше у него есть определенное энерговое такое поле, которое называется эгрегор, его. И человек даже после смерти иногда может помочь. Знаете, да, что бывает могилы, куда идут на паломничество просто. Но это не обязательно святые люди. Среди них есть и люди просто, знаете, которые хорошо разбирались в колдовстве. Среди них есть люди, иногда бывает криминального, скажем, уклона. То есть это те души, которые даже после смерти сильны, потому что к ним часто не просто обращаются, а вот о них часто говорят. Это роковые люди. И эти люди, даже уходя, все равно их эгрегор, их сила, она действует и может помочь в трудную минуту. Поэтому не удивляйте, что вы, попросив, скажем так, у определенного человека силы помощь, мысленно попросили, и эта помощь пришла и очень быстро пришла. Но поскольку люди часто мне пишут, что у них получилось, вот у них вот это вот действительно какое-то чудесное такое спасение в такую минуту наступило, и они потом переживают за это, я просто научу, как правильно это делать, чтобы вы потом не волновались по тому поводу, что надо ли было, нельзя ли было. Можно, можете смело это делать. Если я себя показала, если я себе рассказала, я была готова и к тому, что и такое может случиться, и мы к этому тоже придем. Мы ко всему придем постепенно, да. Как говорит поговорка, спеши медленно. Вот мы медленно спешим. Вы можете обращаться те, которые хотят в трудную минуту, когда у них какая-то проблема и вот что-то такое, что требует быстрого вмешательства, и, естественно, вы мне в этот момент и не напишите, и не позвоните, по-всякому бывает. Бывает, что я бываю занятой, и вообще долго не отвечаю, пока не найду время. Вы можете обратиться к этим силам, которые рядом со мной. Вы можете мне сказать моё имя. В любом случае помогут вам они, понимаете? Но после того, как у вас всё получится, возьмите любую мелочь, оставьте под деревом и говорите, что вы откупаетесь за помощь моих сил или за мою помощь. Вы просто откупаетесь. Чтобы не отдавать энергии этим силам, отдайте мелочью, отдайте вот такими мелкими деньгами. Деньги тоже энергия. Я вам об этом говорила, объясняла. Без энергообмена не получается ничего. Те, которые кричат, орут о том, что колдуны и ведьмы должны бесплатно работать. Если кто-то бесплатно работает, то забирает вашу жизненную силу и ваше здоровье. Либо такие, знаете, есть такие аферистические схемы, когда изначально всё бесплатно, а потом то на свечки отправьте, то на то отправьте, то на транспорт. И получается, что 10 раз дороже выходит, чем если человек честно скажет, моя работа стоит вот столько-то. Вот поэтому я говорю, что должен быть энергообмен. Если вы попросили, получили мою помощь, отлично, откупайтесь от этих сил. Просто принесите возле дерева, оставьте мелочь и уходите. Это будет ваш откуп. А что касаемо того, не против ли я вот таких обращений, конечно, каждое обращение человека забирает у меня определенную силу. Но ничего страшного, мою силу и так все забирают, потому что любой мой ролик и лекция, и подаренный ритуал, это огромная сила, которая с меня уходит. Это обязательно уходит. Это не может быть такого, чтобы человек отдавал такое, знаете, такие масштабные вещи, и чтобы ничего с него не брали. С него берут откуп обязательно. Но оно дополняется, оно приходит, понимаете. Вашими, как вам сказать, ваши благодарности, дары, теплые слова, вот это ваши мысли и прочее, прочее. Они создают такой энергетический, можно сказать, шар, вот такой кокон, который, опять же, восстанавливает все эти ушедшие силы, которые, ну, не так легко вернуть обратно очень быстро, но возвращаются со временем. Потом твоя энергия просто к этому привыкает, и уже не так тяжело ты это ощущаешь, чувствуешь. Потому что, когда я, чем больше людей меня начали смотреть, тем больше я поняла, что я часто бываю очень выжатая, уставшая, потому что люди действительно забирают много сил и энергии. Но, с другой стороны, если я начала это, я должна вести это до конца, и пока я живу и дышу, понимаете. Я ответственна за себя. Я должна защитить своего зрителя, я должна выступать открыто. Любой может думать, что хочет, но если вы вспомните, да, почему у полы все ушли, убежали, потому что человек, который сам себя не способен защитить, он не защитит тех, кто рядом. И когда она всё отключила, всё закрыла и спряталась за спиной своих этих помощников, все поняли, что это трусливая натура. Снуждать каких-то знаний, какую-то силу, какого-то обучения, какого-то примера в жизни, ну, нет смысла. И поэтому начали сбегаться, остались так вот, шушера какой-то. А в моём случае я никогда в жизни дело, которое начала, не бросаю. Мне невозможно ни шантажом, ни страхом, ни чем-то другим заставить отступиться или оставить людей, которые в меня поверили. Я несу за это ответственность. Я сделаю так, что люди в меня поверили, я должна это вести до конца. Согласны со мной? Итак, дорогие друзья, любой желающий человек в трудную минуту может обратиться к моим силам за помощью, своими словами, может моё имя произносить, как он посчитает нужным, как ему подскажет подсознание. Но в конце отнесите и откупайтесь, чтобы снова просить спокойно и знать, что вы получите эту помощь. Всем желаю удачи!